Всем привет, друзья! У людей часто возникает вопрос, за сколько натуральный атлет сдуется без тренировок. И сегодня мы об этом поговорим. Но перед началом я хочу сказать, что сегодня и завтра последние дни скидки на моем сайте archomorris.com 70% скидки на все программы. Заходите быстрее, успевайте. Полетели! Проблема заключается в том, что большие мышцы организму вообще не нужны. То есть, когда вы качаетесь, вы даете стресс на организм, на мышцы, и они, естественно, от этого растут. Но когда вы перестаете качаться, то этот стресс уходит, и организм такой понимает. Блин, а зачем мне вот это все мясо нужно? Потому что нужно энергию на это, много нужно кушать, чтобы содержать эту массу. И, естественно, он начинает скидывать эту массу. Но у каждого она скидывается по-разному. У химиков она очень быстро скидывается, у натуралов она гораздо дольше скидывается. И давайте сегодня мы об этом поговорим. Что касается меня, то за две недели я слил примерно около 5 килограммов общей массы. Это жир, вода, мышц немножко. И так как я занимаюсь в натуралху, я выгляжу примерно вот так. То есть, у меня особо мышечная масса-то не ушла. Просто я немножко потоньше стал, а так, в принципе, вот так я и выгляжу довольно-таки неплохо. То есть, я не слился там в хлам. Если бы я занимался на химозе, то был бы совершенно иной результат. Слил я столько много массы, потому что у меня проблемы с желудочным кишечным трактом. То есть, еда, видимо, не особо хорошо переваривалась. Меня постоянно тошнило. Я очень мало ел там, три раза в день маленькими порциями. Не тренировался, и из-за этого вот такие вот проблемы пошли. То есть, слив массы довольно-таки хорошо пошел. И это из-за проблемы со здоровьем. Если бы я нормально себя чувствовал, просто не тренировался бы и нормально кушал, я уверен, у меня посталась та же самая форма, которая была две недели назад. Первое, что нужно знать, это потеря мышечной массы зависит от типа вашего телосложения. То есть, если вы эктоморф, такой же дрыщавый, как я, то, возможно, через пару месяцев вы довольно-таки хорошо сольете свой результат. Но это не точно. Естественно, зависит там от генетических факторов и так далее. Если мезоморф, то еще лучше. То есть, дольше продержится масса. Если эндоморф, то, скорее всего, вы заплывете жиром, если перестанете заниматься. Я решил себя проверить на выносливость, потому что последнее время я бомбил подтягивания усиленно. У меня был хороший результат около 35. То есть, получается, что я после двухнедельной болезни пришел в зал, вообще не тренировался эти две недели, плохо кушал и сделал результат в 34 повторения подтягивания на турнике с собственным весом. И также сделал 54 повторения отжиманий на брусьях. Но брусья я давно не тренил, поэтому такой результат. То есть, довольно-таки хорошие результаты, выносливость особо сильно не упала. То есть, получается, у меня снизился вес, естественно, я должен, по идее, подтягиваться больше. Но, так как я не тренировался, выносливость все-таки немножко подупала. Но, в принципе, результат остался тот же самый на уровне. То есть, компенсация произошла, вес упал, а выносливость осталась на том же уровне. Второе, что нужно знать, это в первую очередь теряется выносливость, силовые показатели, а уже потом начинает теряться мышечная масса. Вот такая вот тема. Могу точно сказать, что в силовых упражнениях, например, как жим, да, лёжа, там, естественно, упали показатели, потому что, когда ваш собственный вес снижается, то гораздо сложнее становится сжать, там, не знаю, 90-100 килограмм и так далее. То есть, естественно, сила падает с уменьшением вашего веса. Это всегда так было и будет. То есть, силу вы просто не удержите, если вы скидываете вес. Это здесь понятно. Конечно, ничего не могу сказать, были ли бы потери, если бы я не занимался две недели, а нормально кушал и остался при том же весе. Но, когда у вас вес снижается, это понятно, что упадут и силовые показатели. А так, если не тренить две недели, то, скорее бы, жим такой и остался. Самая значительная часть достижений ваших уходит примерно за 1-2 месяца. То есть, процентов 20, может быть, 30 от вашего результата уйдут за 1-2 месяца, если вы вообще не будете заниматься спортом. То есть, а уже потом начинает замедляться вот этот регресс, так скажем, да, и через год можно потерять примерно от 50, там, до 60% своих достижений. В первую очередь, когда вы сливаете вес, сливается жир, вода, то есть, элементы, которые не особо нужны организму. Допустим, вода, естественно, нужна, но жир, он вообще не нужен организму. А мышцы сливаются в самую последнюю очередь. То есть, когда у вас нет жира, неоткуда брать энергию для жизнедеятельности организма, то тогда организм берет эту энергию из мышц и, естественно, их губит. Поэтому, когда сливается жир у вас, водичка сливается, когда вы болеете, да, обезвоживание происходит и так далее, то потом гораздо легче подтягиваться, вы чувствуете себя гораздо легче, то есть, как птичка такая, просто бам-бам, вес снижается, потому что остается только рабочая мышечная масса, и это вас тянет просто вверх. Есть также один бонус, что если вы потеряете даже всю свою мышечную массу, то таким бесформенным дрыщом, которым вы были до того, как начали заниматься, вы уже не будете, потому что у организма сложилась все-таки какая-то структура, да, форма ваша, и таким уже противным слизнем, которым вы были, вы уже не будете. То есть, у вас будет хоть какая-никакая форма, даже если вы сольете максимальное количество вашей массы. Ну, конечно, если не зажиреете, тогда понятно, что жиром покроетесь и станете таким жирным, каким и были. Есть еще такой плюс долгих натуральных тренировок. Если вы забросили тренировки, не занимались какой-то определенный период времени, и за этот период времени потеряли там массу, достижения свои, силовые там, выносливость и так далее, то у спортсменов, которые долго занимались, у них есть мышечная память, которая способствует тому, что если вы пойдете заново тренироваться, у вас этот рост, прогресс стрельнет гораздо быстрее, чем у новичков, которые никогда не занимались. То есть, мышцы помнят, какая форма у вас была, и они возвращают эту форму гораздо быстрее. А так, спасибо огромное за внимание, не забудьте подписаться на канал, заходите на сайт archermorris.com, еще раз напоминаю, потому что скидки уже закончатся завтра, и также подписывайтесь на мой инстаграм, ссылочка в описании. Увидимся в следующем выпуске, ставьте лайк, пока!